я сегодня в гостях у Елены Рониной я хочу показать вам две картины и спросить у Лены откуда они взялись. Лена, я хочу тебя попросить рассказать про две картины. А я сегодня здесь ночевала. У нас был с Леной вчера прямой эфир. Вот на него будет ссылка. Если вы не видели, обязательно посмотрите. И когда я вчера тут ночевала, я обустраивалась, осваивалась в пространстве и нашла две картины. Показала их у себя в телеграм-канале. У нас возникло много вопросов и вообще такая болезнь была. Мы там хохотали с девочками полночи над этими образами. У нас прекрасная шимоизоляция. Мы хохотали виртуально об этом. Я, честно говоря, когда все это читала, там просто какие-то метали были, мы фантазировали по поводу этих двух героев. Давай все разберемся. Да. Давайте разбирать. Хотя у нас не пошло много всего. Так получилось, что мы после ремонта не стали вешать картины. И иногда я прямо сюда захожусь, на массу удовольствием их перебираю. Но сейчас почему-то хочется просто белых стен. Ну про картины давай расскажу. Речь идет вот об этих двух картинах. Я увидела там в подписи, что они одного художника и такие колоритные на них персонажи изображены. Вот можно подсказать вообще историю их приобретения и кто художник и почему вы их выбрали? Это Иския. Мы много лет отдыхали на Иския. Это остров. Иския в Италии. Да, это остров в Италии недалеко от Няполя. И это очень красивый остров с прекрасными отелями, с такими лимонными деревьями и с ботаническим садом вообще нереальной красоты. И как-то гуляя вот по городку мы увидели картину Бильжо Петровича. И мы не поняли, что это такое в центре Иския и вдруг вот такая история. Мы пошли на эту картину. Оказалось, что это ресторан. И поскольку Андрей Бильжо часто бывал в этом месте, в этом ресторане, он как-то признакомился вот с хозяевами этого ресторана и даже перевел все меню на русский язык. И почему, собственно говоря, вот все это произошло? Почему понравилось Андрею Бильжо? Во-первых, очень вкусно. Итальянская кухня. Печень по-венециански. Там самое, наверное, такое интересное блюдо. Или, значит, паста помодоро. Тоже вот очень простые блюда, но очень вкусные. И этот ресторан принадлежит двум братьям. Ну, они такие уже возрастные, молодые люди. И они оба художника. Один рисует в основном, ну, такие городские пейзажи, а второй специализируется вот на таких больших портретах. Мы подружились с этими братьями. И ресторан вообще очень атмосферный. Там, кстати говоря, много русских приезжает. И, значит, вот старший брат, он рисует портреты. Мужу очень понравилось. Ему выбирали. И он выбрал вот такого молодого рабочего. Это рабочий строитель, поскольку в Иске все время что-то строится, что-то ремонтируется. И вот на фоне этих перцев и вот это вот, собственно говоря, Иске, потому что там вот такие вот церкви красивые. Ну, вот персики и природа, и небо Иске. Ну, вот как-то. Кстати говоря, у него у этого художника еще просто был какой-то цветок такой. Но муж сказал, что нет, вот ему нужен вот человек. Так вот я вот эту картину? Первую картину, да. А в следующий год, когда мы приехали на Иске, мы бы прямо специально вот шли в этот ресторан. Опять была печень по-милански, по-венециански. Печень по-венециански, она как? Она делается в белом вине. А, тушится? Она сначала обжаривается, потом туда заливается белое вино. То есть так, сначала жарится много лука, печенка. Это быстро все делается. Потом заливается белым вином. Вино выпаривается. Немножко муки, кстати, добавляется. В общем, блюдо очень простое, очень быстро, очень вкусное. Но главное, это белое вино. Хорошее. Не то, которое никому не нужно, а в общем. Мы с вами по ходу, извините, я перебила. Это мы с вами по ходу, видите, еще и рецепт печени узнали. У нас очень полезная встреча. Вот мы пришли и, значит, вот этот один из братьев сказал, слушай, Сергей, вот еще одна есть работа. Не хочешь, значит, брата. Но это эти братья рисуют? Да, да, да. Это прямо, ну, которые хозяева ресторана. Да, да, хозяева ресторана. И вот один из хозяев, вот он рисует вот такие портреты. Это не автопортреты? Нет. Нет, 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 нет. Это он итальянец такого, прямо итальянского плана, небольшого роста. Может, найду фотографию, потом покажу. Очень интересный сам по себе человек. И вот это продавец кукол и продавец украшений. Но кто из нас был в Италии, тот, конечно, помнит, что вот идешь, когда по итальянскому любому городку, очень много вот таких темного цвета людей, которые продают зонтики, шляпы, какие-то украшения, какие-то цепочки. Ну, и вот он решил вот запечатлеть такого человека. И они у нас очень долго висели на нашей кухне рядом. Вот. И, кстати говоря, вот здесь вот, если обратите внимание, здесь тоже не только комбинезон. Да, еще сережка. Еще сережка, да. То есть вот это... Такая интересная техника совмещения. Да. И, да, вот такая вот Италия. Если говорить про Италию, мне кажется, что у меня есть такой портрет, он тоже абсолютно такой. Мне кажется, почему-то итальянский. Я его называю итальянским портретом. Это Леонид Петрушин. У него была серия головных уборов. Я решила, что у меня будет вот такая вот история. И мне показалось, что она тоже такая абсолютно какая-то итальянская. Да. Люблю этот портрет. Вот я его на самом деле потеряла даже. Я не знала вообще, где он находится. И вот это вот те картины, которые прямо вот мне близкие. Вот такая интересная история. Спасибо большое тебе за рассказ. Если ты думаешь, что это все, то ничего подобного. Нас еще заинтересовал сундук. Сундук. Давайте про сундук. А вот сундук, о котором идет речь. Нет, не вот этот сундук, не думайте. Да, это Икея абсолютно. Да. Ну теперь тоже раритет. Мне кажется, что даже мы его красили сами. Да? Вообще в Икея замечательно, мне кажется, покупать мебель. А потом что-то из нее самостоятельно делать. Ее можно раскрашивать, что-то на ней рисовать. Кстати, знаешь, вот я увидела вот эту картину. Давай мы ее покажем. Давай. Потому что мне кажется, что это безумный интерес. Вот такая бабочка. У меня есть тоже такой мой замечательный друг. Это одноклассница моей сестры. Вот так получается, что мы обмениваемся друзьями. Вот вы видите, вот это очень интересная техника. Это как-то мне Оля делала на день рождения эту картину. Это мозаика какая-то, да? Да, мозаика из чего? Есть вот варианты. Мозаика из чего? О, не знаю, может какие-то газетные вырезки журнальные. Не знаю. Скорлупа какая-то. Вот нижняя похожа на скорлупу грецкого ореха. Вот еще вот есть, можно показать. Вот еще вот такой у нас с другой стороны. Это тоже Оля наша работа. Это подарок мужу на день рождения. Это яичная скорлупа. А, яичная скорлупа. Я смотрю какая-то скорлупа. И крашеная она потом, да что ли? Да. Да. Так, ну а мы идем смотреть сундук. Да. Мы идем смотреть сундук. Вот это тоже не сундук, это стол. Кстати, тоже очень красивый. Походу. Он из обычного мебельного магазина. Но просто нам показалось, что сюда он хорошо расписется. Да, хорошо. Мы вообще, мебель для нашего дома. Мы любим покупать что-то на блошинных рынках. Вот, кстати говоря, вот эта лампа Аладдина, конечно же, куплена на блошинном рынке. И вот этот павлин, и вот этот поднос. Поднос, мне кажется, что мы купили как-то в Германии. Это где-то, наверное, в Венгрии мы купили. Это дерево расписанное. Тоже мы его очень любим. Такой золотой поднос. Он вообще ничего не весит. Вот. И мебель для нашего дома мы тоже всегда покупали где-то. Главное, чтобы это было интересный процесс покупки, как мне кажется. Разговоров об этой покупке. Может быть, когда ты начинаешь договариваться о ценах, торгуешься. Это этот сундук. Значит, вот у нас есть действительно комната для гостей. И у нас гостей, особенно раньше, бывало много. И они засиживались, особенно если, например, гости – это друзья мужа. Тогда я уже уставала и уходила спать. А я даже не могла идти спать, потому что мне надо готовить вообще кровать для людей. И тогда я сказала, что, Сережа, нам нужен сундук. И в этом сундуке будет лежать все. Будет лежать подушка, одеяло, постельное белье, комплект, одеяло, полотенце. Чтобы ты потом вместе с гостями или гость сам пришел, все постелился и лег спать. И мы начали искать сундук для вот этих вот наших нужд. И на Кузнецком мосту, вот я не знаю, сейчас существует этот магазин или нет. Мне кажется, что существует. Раньше, да, вот был такой вот необыкновенный совершенно магазин индийских товаров, где и ковры, и мебель, и люстры, и вазы, и чего там только нет. Я бы там скупила, честно говоря, все. Вот нам очень нравится этот магазин. В итоге как-то вот мы нашли такой сундук, по-моему, там был образец. Но он большой такой, он, наверное, 3 метра, мне кажется, да, длиной? Ну, два с половиной. Два с половиной точно. И как же вы его сюда поднимали-то? Он, наверное, тяжелый. Тяжелый, да. Вот рабочий, но поскольку это все натуральное дерево, это совсем было недорого. То есть, в итоге, ну вот, мы им очень довольны. Он такой, да, прямо вот. Да, вот джерни и люстры. Да. И в нем, наверное, много всего помещается. Все, что хочешь. Да. Вообще, на самом деле, вот сейчас я уже, это было давно, мы уже 100 ремонтов сделали, а сундук так и стоит. Я сейчас против вот всяких таких, потому что это все такие пылесборники, которые открываются очень редко и очень зачем они нужны. Ну, зато это так радует глаз. Ну, это радует глаз. Вообще правда. Да. И мы вообще любим сидеть вот на этом диване и, может быть, смотреть телевизор. И здесь красивый вид из окна, поскольку… Да, вид из окна потрясающий. Сегодня даже с утра приходила белка. Вот. Вообще просто белка к нам пришла. Здесь вот мне очень понравился вот этот скворечник. Смотрите, мои дорогие друзья, какой он тоже колоритный. Он такой прям мог на нем вырос. Скворечник, мне кажется, что сделал папа моего мужа, Александр Григорьевич, мой свек, специально для своего внука и сказал, что вот Павлик тебе, он сделал такую кормушку для птиц и скворечник. И он висел низко, но, значит, рос Павлик, росло дерево. И в итоге скворечник вот так вот вырос. Но здесь живут птицы. Это не просто так. Это вот они бьют там гнезда, они туда заглядывают. И он виден. Этот скворечник из своего кабинета виден из окна? То есть я когда работаю, я вот как раз смотрю, как птицы выбирают себе дом. Это вообще необыкновенно интересно и, ну, конечно, так радует это глаз, когда птица заглядывает вот в окно и... Представляете, мы тут зашли в Ленин кабинет и увидели вот такое. Вот эта белочка, про которую мы вам говорили, она сидит в этом скворечнике. И сидит такая зайка, на нас смотрит. Мы тут обсуждаем всякие темы, а она сидит и на нас глядит. Смотрите, какая прелесть. Это так мило. И прямо, видите, прямо на нас с вами смотрит. Блин, а ты живешь просто как какая-то лесная фея. Ой, вообще, сейчас надо прямо мужу послать. Он сейчас в командировке, но он будет в восторге. Это невероятно. Его подружка вот еще и в доме. А вы ее кормите? Да, он на подоконник раскладывает что-нибудь. Ой, еще я увидела тут, смотрите, у нее грибочки. Красота. Для красоты, понимаете? Нет. Главное, вот этот он уже так, как будто он только что вылез. Фикус Наташа этот, ты знаешь? Нет. Это называется Фикус Наташа. А я думала, вот это Бенджамин. Ну, Фикус Бенджамин, у него второе название Фикус Наташа. Вот, видишь, а я даже знаю, что это Бенджамин. Но она-то какая красота. Слушай, ну прям сидит и не уходит. Хорошенькая такая. Причем тут такая у них большая семья, они тут целой семьей там шатаются одна за другой. Там мама, дочка, вот мама впереди. Погреться пришла. Да. И так ей уютно в этом скворечнике. Угу. У вас кота нет, гонять ее некому. Ну как, у нас котов-то много. Это мы думаем, что у нас их нет, а это и территория. Приходят к вам коты, да? Да. Угу. Вот мы почему и беседку закрыли? Потому что невозможно. Они там живут. Да? Да. Прямо вот мы утром вставим, вот смотри. Пошла спать. А там он разлегся. Ага. Ну посмотрела, видимо. Да. На фотосессии у нее была. Да. У нее был просмотр фильма перед сном. Угу. Вот. А это замечательная, совершенно моя печательная машинка. Мне старший сын подарил на 60 лет. О! Да, она настоящая. Она печатает. И она такая, она мне настолько для настроения. Вот я утром, когда прихожу в кабинет, я к ней подхожу, провожу вот несколько вот каких-то… Заряжаешься от нее. Да. Заряжаюсь. У меня хорошее настроение. Она не пробовала на нее вот прям печатать там листик какой-нибудь, да? Да. И при том, что вот он как раз забежал в этот день, когда у меня был день рождения, у меня была большая репетиция, меня не было дома. Я оставила в кабинете на столе и напечатала с днем рождения. Угу. И я зашла. И причем я в этот вечер, я такая была уставшая, я не зашла в кабинет. Угу. Мы с ним поговорили, и я никак не среагировала. И утром я захожу в кабинет, и у меня… Я ему звоню, говорю, Антоша, он говорит, а я ведь думал, тебе не понравилось. Я говорю… И я… И как-то почему-то ни мама, ни муж не рассказали о том, что вот… Ну, я была очень… Я была как раз накануне спектакля. Вот. И вот такая вот у меня прямо замечательная память об этом дне. Да, замечательная. Любовь сына потрясающая совершенно. Ну, здорово. Ну, что, Белочка наша спать пошла, видимо. Да. Ну, это… Ну, мы живем практически в лесу. Как-то я, например, проснулась от того, что на подоконник вот с той стороны как-то называется сел филин. Огромный. Филин? Филин, да. Потрясающе. Вот с такими… Филин или сова, не знаю, как это называется. И вот он… Крылья туда-сюда. А потом, значит, повернул головой. А голова же у них вот вертится вот так вот. Не знаю, на 180 градусов. И я так испугалась. То есть я проснулась от опыта страшного. То есть он… Он же огромный, он очень тяжелый. Он когда сел вот на подоконник с той стороны, я не знаю, ливнёк это как-то называется. Да, да. Вот. И я увидела эту огромную птицу. Ну, это давно было. Но я знаю, что у нас в лесу, да, у нас очень красивые птицы. А во время пандемии у нас птицы тут просто… Вот, казалось бы, несколько километров от Москвы всего, да. Такая природа тут у вас. И такие деревья большие. Это же вот мы сейчас… Это мы все вырастили сами. Вот эти сосны в окнах. Это невероятно. Сосны, небо. Очень. Ничего не было. На этом участке был только песок. Больше не было ничего. Да. За 23 года вырастили вот такую красотищу. У нас, кстати, дорогие друзья, есть с Еленой совместный выпуск. Где мы как раз ходим по ее саду. И она рассказывает, как у них появился этот дом, этот участок. Вот. Тоже я на него ссылку оставлю здесь, в описании к видео. Если вы не видели, можете его посмотреть. Там мы как раз гуляем сейчас зима. Просто не очень гулять по саду, потому что все тает. Ну, такая смена времен года происходит. А там мы как раз гуляли летом, наверное. И можно во всех красе посмотреть сад и дом Елены со стороны сада. И она там все рассказывает. Ну, я думаю, что вот ты приедешь, когда все растает и начнет что-то цвести первое. Да. И ты уже нам приедешь и дашь пару советов. Да. Что-нибудь сделаем. Да. Да. Может быть даже что-нибудь поставить. Может, там и во времени, кстати, моя книга выйдет. Вот. Как раз мы говорим об этом. Понятно, что мы сделаем вот такой вот интересный выпуск где-нибудь у нас в беседке. Да. У нас же как-то, помнишь, был такой выпуск в беседке? Это было прекрасно. Да, да. Очень там мы хорошо сидели. Так что спасибо за приглашение. Мы с удовольствием приедем, правда? Да. Ну, а сейчас я хочу попросить тебя подписать книгу. Да. Авторской подписью на твоей книге, новой. Вот. И для меня, и для моей подруги. Ну, с удовольствием. Так, ну, у нас ручка. Да, сейчас найдем. Найдем. Пошли. Да, вот это моя. Вот, видишь, у нас закладка. Я ее читаю. На самом деле у меня закладка вот. Я уже, видишь, практически дочитала. Вчера еле сдержалась, но уже падала, засыпала. У меня осталось самое интересное. Да, правда. Конец прочитать. Самое интересное, потому что хороший конец, он правильный. Наташа, тебе, да? Да. Смотрите, какой, видите, момент. Представляете, я в доме автора читала новую книгу этого автора. Еще получила авторские напутственные слова. Вот, так мне повезло. Спасибо большое за такие напутственные слова. Спасибо. И вторую книгу я хочу тебя попросить подписать для моей подруги, художницы Натальи Овчинниковой, которая является поклонником твоего творчества. Скоро она начнется дачный сезон, она приедет ко мне на дачу. Я ей с удовольствием вручу твою книгу. Ее картины висят у нас по всему дому. Вот, она очень такой добрый, душевный человек. И вот хочу ей сделать такой подарок. Спасибо огромное. Я думаю, что ей тоже будет очень приятно. Ну, спасибо тебе большое за рассказ про картины. И прям неожиданно у нас получился целый отдельный выпуск. Хотя я просто зашла задать вопрос про картины, чтобы рассказать у себя в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и на Телеграм-канал Елены. Ссылочки я тоже оставлю в описании к видео. И вы сейчас видите их внизу экрана. Потому что в Телеграме у нас происходит немного другая жизнь, чем в Ютубе. Ну, я имею в виду другой ракурс этой жизни. Потому что там немножечко другой формат. Вот, и Елена, кстати, тоже ежедневно пишет в Телеграме всякие интересные мысли, размышления. И я с удовольствием читаю ее канал по утрам. У меня утро начинается с твоего канала. Ты, может быть, не знала об этом. Ну, Наташа, я была несказанно рада, что ты пришла и приехала ко мне. И вот вообще встречаться надо чаще. И я вот сегодня как никогда понимаю, что не надо ничего откладывать на завтра. Вот есть время, появилась идея. Ну, вот быстро все осуществили. И мы действительно вчера провели, мало того, что стрим, мы еще прекрасно поужинали, мы много пообщались, поговорили. Сегодня у нас был такой мой любимый поздний длинный завтрак. Ну, вот еще и картины посмотрели. Стоя одно удовольствие, когда... Вообще это прекрасно, когда ты можешь одновременно поговорить и по работе, и профессиональные какие-то мысли друг другу передать. Ну, еще по-женски и по-дружбе дать какие-то советы. Просто выговориться. Ну, это, конечно, бесценно. Да. Я очень рада, что мы встретились. Моя дорогая. Ну, на этом мы с вами прощаемся. И надеемся, что увидимся вновь в гостях у Елены этим летом. Пока-пока. До новых встреч на канале. Да. Всего вам доброго. Пока-пока.